Во все времена люди подвергали свое тело модификациям, рисунки на теле превратились в почти вечные татуировки, а внедрение в свое тело предметов с целью украсить и привлечь внимание, либо же наоборот, напугать врага, было популярно еще до изобретения колеса и плуга. Сегодня одним из самых модных направлений боди-модификации является пирсинг, от английского pierce, что буквально означает «прокалывать». Строго говоря, под пирсингом понимается как сам прокол какой-либо части тела, так и ношение в проделанном отверстии украшений. В рамках проекта «Попробуй на себе» журналист Алексей Дорохов попробует себя в роли мастера по пирсингу, а помогать ему будет сотрудница одного из специализированных салонов – Дарья Вишес. Проколоть сейчас можно практически все. Самым наиболее популярным местом для пирсинга являются уши. На втором месте, наверное, лицо. То есть прокол крыльев носа, прокол брови, прокол языка. Такие самые более популярные и самые проколы, имеющие самый большой спрос. Было решено, что жертвой Алексея станет его девушка Мария. По мнению авторов проекта «Попробуй на себе», это должно было добавить адреналина и драматургии в сюжет. А для Алексея послужить отличным стимулом постараться провернуть все как можно более безболезненно и качественно. Так как пирсинг уха действительно является самым популярным, доступным и относительно безболезненным, наша испытуема оставалась абсолютно спокойной перед процедурой и даже решила почитать журнальчик. В это же время Леша постигал основы прокалывания человеческого тела через инструктаж. Первое правило – чистота. Мастер обязан предпринять все усилия, чтобы продезинфицировать инструменты. Все процедуры, конечно, делаются в маске и перчатках. Последние, хоть и одноразовые, все равно нужно было обрабатывать специальным раствором. Важно избежать даже малейшей возможности занести заразу в прокол. Само собой, иглы также одноразовые. Алексей слушал очень внимательно и признался по секрету съемочной группе, что переживает больше не за себя, а за испытуемую. Больше всего мне интересно, как на это отреагирует моя девушка, которую я буду прокалывать сегодня в этом кресле. После брифинга Алексей начал приготовление к прокалыванию внутренней части уха. Все время его проверяла старший мастер, ведь безопасность, как всегда, на первом месте. Маш, ты готова? Пойдем. Мы наметим точку прокола специальным розовым маркером. Розовым, потому что Маша девочка. Тот, кто решился на прокол, должен четко понимать, где и как будет расположено его украшение. В нашем случае это лабрет или лабретта. Состоит из штанги, шляпки и накрутки различных форм. И вот, под чутким руководством мастера наступил самый ответственный момент. Просто без этого, пожалуй. Для этого? Давай без этого, пожалуй. В общем, мы сделали прокол. Теперь Мария у нас счастливый обладатель конч пирсинга. Примерно через месяц, когда прокол заживет, украшение можно будет сменить. Несмотря на стресс и переживания, долгие попытки поймать иглу на той стороне, тычки от мастера и многое другое, корреспондент Владнюс доказал, что у страха действительно только глаза велики. А попытка не всегда пытка. Разве что для испытуемой. Впрочем, последняя утверждала, что ей все понравилось. Мне было страшно. Очень. Ты молодец. Ты молодец. Евгений Черемухин, Алексей Дорохов, Мария Звигольская и Алексей Заровный. Новости на восьмом.